Эту многоэтажку на улице Зои Космодемьянской в Липецке построили лет 30 назад. Тогда же запустили лифты. Подъемники у жильцов востребованы. В доме 16 этажей. Только вот застревают часто. Хорошо, там звонишь, они сразу приезжают. А кататься в них, конечно, страшновато. Срок службы лифтов в среднем 25 лет. Разрешение на их дальнейшую работу возможно, но только после специальной экспертизы. Поэтому к лифтам с максимальным сроком эксплуатации особое внимание проверяющих. Хорошо, все, поднимаемся в шахту. По городу Липецк у нас стоит на учете в территориальном управлении, стоит у нас 3141 лифт. Значит, 942 лифты из них отработали нормативный срок службы. И, соответственно, те лифты, которые отработали нормативный срок службы, после проведения обследований, испытаний, если они неисправны, то продляются на определенный срок. В первую очередь проверяющие отправляются в сердце любого лифта машинное отделение. Оценивают состояние тяговых канатов. От них напрямую зависит безопасность. Каждый состоит из нескольких прядей. Если обрывается хотя бы одна из них, подъемник закрывают на ремонт. Канаты постоянно проверяем. Канат, ведущий шкив, на износ проверяем. На работу ловителей. Это прибор безопасности, который влияет, чтобы кабина в случае перегруза от нормативной нагрузки, он останавливает лифт и не дает возможности ему никаких движений. Лифт останавливается, и он находится вне движения, пока не придет механик. Обязательно раз в месяц лифт проверяет мастер. А раз в год специальная организация проводит техническое освидетельствование. Записи об этом ведут в журнале ремонта лифта. Он хранится в машинном отделении. Это как история болезни. По записям понятно, как часто приходили электромеханики и что конкретно делали. Заподозрить любые неполадки могут сами жильцы. Исправный лифт закрывает двери до конца, останавливается строго на этаже наравне с полом. Если у жильцов есть жалобы на неисправность лифта, нужно обратиться в свою управляющую компанию и одновременно в обслуживающую организацию. Отвечает управляющая компания, так как по договору управления и по жилищному законодательству мы являемся управляющей организацией, которая обслуживает общедомовое имущество. То есть в первую очередь несет ответственность к конечному управляющему компанию. Внеплановые проверки исправности лифтов проведут во всех крупных городах региона. Если в ходе рейда выявят малейшие нарушения, которые могут стать причиной травматизма жильцов, в отношении обслуживающих компаний прокуратура примет строгие меры. Татьяна Федорова, Андрей Зубков, Липецкое время.